Ваши наказки Как ты удивил, что ты делаешь? На самом деле это огромное для меня удовольствие выступать перед вами и поделиться кое-какими наблюдениями, которые я сделал в жизни. Я для знакомства хочу рассказать такую маленькую историю из личной жизни. В 1985 году, когда я сидел в отказе, я устроился наблюдателем на гидрометеорологическую станцию в Треладскому. Ну, там был день работаешь, сутки работаешь, три отдыхаешь. Это меня очень устраивало. А кроме того, там надо было каждые три часа делать кое-какие замеры. А минут 15-20, иногда 30, а в промежутках можно было заниматься своими делами. И в целях заработка я устроился в совместительство на грибной канал художниками-оформителями. И когда я об этом рассказал Коле Лызловым, о моем таком новом статусе, он сказал, что вот, Сашка, бывают художники-баталисты, бывают муринисты, бывают художники-фейзажисты, а ты, Сашка, художник-наблюдатель. И вот 30 лет спустя, я думаю, что лучше-то и невозможно было описать ту роль, которую я играл в жизни, и то, что у меня лучше всего получается. Я думаю, что то, чему я научился в Мархи и продолжал учиться, работая и учаясь, это наблюдать. И я ужасно люблю делиться моими наблюдениями, и поэтому я в какой-то момент в жизни решил, что мне нужно совмещать работу проектирования с преподаванием и научными и историческими исследованиями. Я для этого поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и получил там докторскую степень. И, в общем-то, подытожив то, чему я научился, пока занимался в университете, в общем-то, это и можно выразить названием сегодняшней лекции «Архитектура как прикладная философия». Это для меня был большой сюрприз. Я попал туда уже в преклонном возрасте 37 лет и думал, что я про архитектуру уже все знаю, и что мне так надо только чуть-чуть пообтесаться. Там уже я готов к выходу на самом деле. И вот оказалось, что мне пришлось заниматься всякой социологией и философией. И сначала меня это очень возмутило, а потом я понял, что это правильно, потому что архитектура – это действительно физическое воплощение философии. И вообще восторг нашей работы, восторг тем, чем мы занимаемся, это то, что мы от гвоздя и от букашечки-козявочки переносимся к глобальным общим вопросам и решаем совершенно, ну, иначе не скажешь, философские задачи. И архитектура, философия, в общем-то, служит для того, чтобы находить порядок в мире, который нас окружает. Это, в общем, то, чем всегда занималась философия. Ну и архитектура, в общем, то же самое делает. Притушить свет на атоме. Архитектура служит для того, чтобы отмечать какие-то исторические события, чтобы отмечать границу города, для того, чтобы назначать главные оси города. То есть архитектура существует в большой степени для того, чтобы обозначать, что есть главное, что не главное, когда нужно посмотреть наверх, когда нужно посмотреть вниз. И это архитектура делает физическими способами, а философия служит той же самой роли путем абстрактных концептов. И философия всегда этим занималась и по сей день занимается, но конкретные вопросы, которые философия задает в каждый определенный момент своей эволюции, они меняются. И вот в сегодняшней лекции я бы хотел очень быстро, очень поверхностно пробежать по истории философии и отметить несколько таких ключевых моментов, когда философия коренным образом меняла характер вопросов, которые она задавала себе, современникам и так далее. И я хочу показать, что архитектура и архитектурная теория очень, оказывается, близко следовала всем этим поворотам. Это, конечно, никак не является полноценным описанием истории европейской философии и не является описанием европейской архитектурной теории. Но я надеюсь, что просто это послужит толчком для того, чтобы думать об этом самим дальше. Ну, вы, конечно, все узнали знаменитую фреску Рафаэля «Афинская школа», которая изображает всех наиболее знаменитых философов Древней Греции. И вот чем занималась философия в те времена? В те времена философия задавалась всеми... Это было всеобъемлющее занятие, которое в себя включало все знания. То есть Пифагор, который открыл теорему Пифагора, он же был философ на самом деле, это было занятие геометрии, было для него частью его философских размышлений. И Пикур, который был эпикурейцем, он тоже пытался понять суть удовольствия для того, чтобы понять общий вопрос философии. И Архимед, и Заратустра, и Птоломей, все они занимались физикой, мистикой, географией, астрономией. И одновременно с этим... Но это было часть их занятий философией. И Платон и Аристотель, которые в центре, как самые важные фигуры греческой философии, они воплотили в себе вот это вот то, что философы Древней Греции пытались постичь все проблемы, все вопросы знания. То есть в классическую философию Древней Греции входила космология, то есть наука о Вселенной, но также наука о Божественном. И антология, то есть наука о вещах и явлениях, в общем, все то, что мы как бы наблюдаем здесь на Земле. А также туда входила этика, психология, политика, то есть вот все-все-все, что входило в сферу знаний, это и была философия. И когда в эпоху Возрождения главные умы этой эпохи пытались принести в XV век идеи Древней Греции, эстетические идеалы Древней Греции, они в том числе и пытались возродить философскую традицию Древней Греции, прежде всего платоновскую версию древнегреческой философии. И когда Альберти изобрел профессию архитектора, ведь профессии архитектора не было в Средневековье, Альберти изобрел профессию архитектора, и он открыл свой труд, Бередя Фикатуре, 10 книг о зодчестве, он открыл тем, что он провозгласил, что архитектор, это, конечно, не какой-нибудь там столер или плотник или каменщик архитектор, это философ, который владеет всеми областями знаний. Архитектор был в воплощении древнегреческой и ренессансной идеи философии. То есть архитектор должен был знать все и воплощать это в зданиях. Я перейду к этому слайду. Ну и чуть меньше, чем 100 лет после Альберти Джорджа Вазари, на самом деле, он-то придумал это слово «возрождение», он его употреблял. И описал деятелей предыдущих полутора веков для себя и своих современников как художника возрождения. И он был первым, кто на самом деле такой взородыше основал первую, то, из чего сделалась архитектурная школа. Академия во Флоренции, а потом в Болонии. То есть это, конечно, не были школы в нашем сегодняшнем смысле, но это впервые из мастерской ремесленника архитектор перешел учиться у своих коллег-архитекторов, и не у одного, а у многих. Ну и вот «Святой Илья», картина Вазария, она как раз посвящена, и она висела в Академии, посвящена покровителю искусства и обучению святому Илье. Когда Вазария и другие деятели Возрождения пытались вернуть человечество к платоновой версии философии, для искусства это играло особую роль. Ну, во-первых, Платон был такой типичный представитель этой философской традиции, когда он был и математикой, и естественными науками он интересовался, и о политике он писал, и о многих-многих других вещах. Но, кроме того, Платон с его платоновыми телами, идеальными геометрическими фигурами, в общем-то, в этом и выражаются эстетические принципы Возрождения. Вы знакомы с платоновыми телами и вообще платоновой философией? Пещеры. Пещеры, да. Но платонова теория об идеальных телах, идеальных предметах, идеальном мире заключается в следующем. Он говорит, что вот, ну, есть такой стул, есть такой стул, есть такой стул, есть... Все они выполняют какую-то функцию, но они не могут идеально отвечать всем задачам того, для чего создан стул. И, наверное, где-то в каком-то идеальном мире существует идеальный стул, а мы в неумейке, мы делаем такие неудачные копии. Один раз такой, другой раз сякой. И подтверждение этому он видел в идее математических, абсолютно безупречных геометрических фигур. То есть мы не можем, не то что сферу, не то что кухру, мы никогда не увидим даже окружности идеальной в природе. Но мы видим срезы деревьев, всякие другие вещи, которые в природе как-то приближаются к окружности. И мы понимаем, что все, что мы имеем в этом реальном физическом грубом мире, это некая попытка приблизиться к этому идеальному миру, который где-то там существует, и который мы умом и чувством можем постичь. И вот, когда Вазария формулировал то, к чему должен стремиться художник, я прошу прощения, я не нашел эту цитату, не успел по-русски, я ее оставил по-английски, я объясню, что она означает. То есть Вазария говорил о том, что есть масса привлекательных людей на свете, мы их всех встречаем, но у одного там голова слишком большая, а у другого шея слишком короткая, а у третьего там еще что-то. И задача художника увидеть все самое лучшее, что можно найти в разных людях, и соединить в своей живописи или в своей скульптуре некий вот этот вот идеальный образ, который где-то там существует, и который нам посылается в виде вот этих вот многих несовершенных копий, с которыми мы имеем дело на земле. И классические ордера Древней Греции и Древнего Рима, считали, считал Вазария, максимально приближаются в абстрактном виде, выражают эти идеальные черты, выражают разные типы человеческой красоты. Ну, дорический стиль выражает мощность Геракла, ионический ордер выражает красоту зрелой женщины Матроны, каринский ордер выражает грацию юной девицы, и все эти ордера выражают это в абстрактном виде, и все они приближаются максимально к идеалу красоты. То есть все трактаты Возрождения пытались, и все деятели Возрождения пытались найти идеальные пропорции, которые идеально приближали нас к этому идеалу красоты. Ну, через математические, геометрические пропорции, и через изучение памятников Древнего Рима, через изучение классических ордеров древности. И все труды Возрождения, все архитектурные трактаты Возрождения, начиная с Альберти, я далеко не все тут упоминаю, но Альберти, Филаретти, Мартино, Серлио, Виньоло, Скамоци, Палладио, все они на самом деле глубоко верили в то, что они ищут этот идеал, абсолютный, вечный идеал красоты, и что они писали каждый из своих трактатов, чтобы чуть-чуть поправить предыдущего автора, но в принципе они никак не сомневались в этой концепции, что это возможно максимально приблизиться к этому идеалу через древнюю классическую архитектуру. И вдруг в 1615 году Скамоци пишет свой трактат, и после этого больше никто не пишет трактатов о классической архитектуре. Ну то есть пишут, но это совершенно с другой целью были написаны трактаты 17 века, и 18, и в начало 19 века, они были написаны совершенно по-другому и совершенно с другой целью. Что же такое произошло? А произошло следующее. Сначала, в конце 16-го, в начале 15-го века началась научная революция, начались научные исследования, появился научный метод, а за ним произошел перелом в истории философии. Философия больше не интересуется антологией, ну интересуется, но так, немножко. Антология, вещи и явления изучает физика, изучает естественные науки, изучает географию. А философия начинает все больше и больше интересоваться эпистемологией. То есть попытка разобраться в том, каким же мы образом постигаем мир. Не то, какой есть мир, а то, как мы его постигаем. Какие у нас есть аппараты концептуальные в голове и в других местах для того, чтобы понять этот мир вокруг нас. И один из первых деятелей, философов, который участвовал в этом сдвиге, был Рене Декарт, который был основатель философского течения под названием скептицизм. И скептицизм в большой степени отражается архитектурой барокко. Потому что барокко – это такая архитектура, где надо все подвергать сомнению и все время себя заставлять двигаться вокруг, чтобы проверить, а правильно ли я вижу, правильно ли я разобрался во все. В до барочной архитектуре, в архитектуре Палладио, пик классической архитектуры Ренессанса, перед этой штукой можно сидеть целый день, смотреть и не отрываться, и никуда не хочется идти вообще. А когда вы оказываетесь на площади барочной, или когда вы оказываетесь в барочном соборе, вам все время нужно куда-то двигаться. Ну хотя бы потому, что овал – это очень непонятная элипс, простите. Это очень непонятная форма окружности. Легко понять и легко понять, для чего она служит. А овал, если отсюда посмотришь, он в эту сторону длинный, в эту сторону, отсюда посмотришь, он в эту сторону у него длинная ось. И для того, чтобы понять, что к чему, нужно двигаться. Барокко – это архитектура иезуитского периода. Иезуитство изначально – это движение против реформации. Попытка примирить принципы церкви с таким вот грустным фактом, что, оказывается, нам Бог дал, несмотря на то, что Он нас создал по своему образу и подобию, Он нам дал очень несовершенное зрение. Правильно? Вот нам кажется, что Земля плоская, она оказывается круглая. Нам кажется, что Солнце вращается вокруг Земли, а оказывается все наоборот. Кроме того, поскольку в живописи начинают заниматься художники и все больше и больше понимают перспективу, становится ясно, что мы все-то видим искаженное, мы никогда не видим ничего правильного, мы всегда все видим в искаженном виде. И вот один из философов, и архитекторов, и математиков, иезуитских священников этого периода, жалко, что это не попало, у него странное очень имя было у этого человека, Хуана де Лобковец, де Крамуэль де Лобковец. Он раскритиковал Берниниевскую площадь и сказал, что надо было бы все, чтобы все колонны были овальные, но разные овалы. Так что, когда ты стоишь в центре площади, кажется, что это все круглое. Когда ты начинаешь ходить, вдруг оказывается, что все они разные. И вот это поможет нам понять, как наше зрение несовершенно, и как нам важно все время искать истину. И вот, кстати говоря, у меня, боюсь, нет времени для того, чтобы об этом как следует поговорить. Кстати говоря, это тоже начало начертательной геометрии. Смешно сказать, это скучно. Они вычитывают начертательную геометрию еще? Да, честь. Ну, уж, наверное, не так, как мы. Оказывается, что это дико скучно, противное занятие, которое, кажется, ну что в нем может быть возвышенное? Оказывается, что оно родилось из этих попыток примирить мысли о Боге с реальностью нашего бытия. Но разрешите мне перейти к следующему важному архитектурному сооружению, которое связано с этой эпохой и с этим ходом мысли восточной колоннады Лувра, построенным Клодом Перо и некоторыми другими участниками. Там было много проектов, в том числе и Бернини. И был, в конце концов, выбран этот проект Клода Перо и других. Ой, какой там сделался скандал, когда это построили. Ведь, ну, вы, наверное, знаете, вы, наверное, изучали классические ордера. В классических ордерах расстояние между колоннами, интерколонней, это одна из самых главных, основных составляющих того, что есть ордер. ОЦ начинается с пропорции, с диаметра колонны, с расстояниями между колоннами, потом, значит, из этого будет высота, высота, антоплименты, а все остальные штучки, они уже потом прикладываются. И как же так, если это является такой важной частью, ну, как же можно было сделать сдвоенные колонны, которые полностью разрушают эту концепцию классической архитектуры. Ну, надо сказать, что и до Перо бывали сдвоенные колонны, и менялся интерколонней у Палладио в Базилике на углу сдвоенной колонны, и расстояние между этой колонной и аркой меньше, чем на углу, меньше, чем внутри, и в дворце Черекатия тоже сдвоенные колонны. Но это делалось со специфической целью закрепить угол, передать конструктивную суть того, что угол должен быть мощнее, чем ряд колонн. А когда это делалось в ряду, то этому объяснений в классической теории совершенно не было. И Клод Перо, он-то тоже написал трактор, но он написал о колоннах, а не об ордерах. он написал только колонны и ничего не упомянул про интерколумнии в своем труде. И тут разразился дикий скандал. Часть французских архитекторов разрешите, я дойду до этого слайда, который известен в истории архитектурной теории как спор между древними и молодыми. Перо и его друзья называли себя молодыми, Франсуа Блаундель и Николай Буалу называли, французские академики, называли себя древними, они придерживались древних принципов древней архитектуры, и они, древние, были совершенно возмущены тем, что вытворяют молодые, и тут стало понятно, что на архитектуру это можно очень по-разному смотреть. Для Бландели архитектура должна была оставаться физическим выражением незыблемых вечных принципов, на которые есть только одна геометрическая пропорция, геометрическая формула, и больше никак архитектура не может работать. Перо говорил, что архитектура должна решать практические задачи, если нужно подвинуть колонну, для этого давайте подвинем колонну, никаких проблем. И он ссылался на какие-то источники, он ссылался на несохранившийся проект архитектора древнегреческого Гермогена и Сприены, описанный в труде Витруве, и в этом труде Витруве описал, что интерколонней между двумя центральными колоннами в этом храме был больше, чем все остальные интерколоннии. Но он ни с чего не знал про пропеллиев на Акрополе, в котором тоже центральные интерколоннии больше, чем все остальные. На самом деле было немало таких примеров этого, оказывается, в древнегреческой архитектуре. И с его точки зрения, почему нет, если это нужно, кто нам запрещает? в Блондейле Перо расходились во мнении в том, что в чем суть архитектурной теории, в чем суть прекрасного в архитектуре. Блондейль по-прежнему считал, что красота абсолютно, Перо дошел до такой крамольной мысли, что, может быть, разные культуры оценивают, имеют разные представления о красоте. Ну, конечно же, классика выше всего с его точки зрения, но это возможные некие сдвиги с его точки зрения. Я хочу, чтобы вы вообще оценили, что это такое значит вот этот спор между молодыми и древними. Вот то, как нас учили проектировать и, полагаю, вас учат, вы смотрите на картинку на экране компьютерном или на бумаге набросанную и решаете, что-то тут не так, давайте-ка мы подвинем. Это было совершенно невозможным в архитектуре до Клода Перо. Клод Перо был первый и вот в результате этого спора он сделал возможным, что архитектура может отступать от законов чистых геометрических пропорций. и так продолжалось вот с 1660 или 70 какого-то года, но было одно в этом деле исключение, которое описано в замечательной книге, в замечательной статье страшно важного американского теоретико архитектуры Колина Роу. Она переведена на русский язык, так что вы сами подробно прочитайте, а я просто в двух словах расскажу, что же там Роу пишет. Он писал о том, какие оказывается сходства между виллами Ле Корбюзье и виллами Палатио. Ну, сама идея того, что это безупречная, чистая такое геометрическое сооружение стоит посреди зелени и контрастирует и в то же время сливается с природой. Но оказывается есть пример, есть примеры вилл Ле Корбюзье и Палатио, которые, где сходство идет на самом деле гораздо дальше. Сначала я хочу, чтобы вы поняли один из принципов, на чем строится анализ Колина Роу. Он вводит такое понятие, как диаграмма из 9 квадратов. Ну, такая вот игра крестики-нолики, 3 квадрата здесь, 3 квадрата здесь, 3 квадрата здесь, диагональны. Все виллы Палатио построены так или иначе на этой диаграмме из 9 квадратов. В том числе и вот эта вилла Фаскария, еще ее называют Маркантента, которая тоже является такой диаграммой из 9 квадратов. И оказывается, что если посмотреть на план виллы Гарш, которая, казалось бы, в смысле архитектурного языка, но ничего общего с паладианским архитектурным языком, оказывается, что план виллы Гарш, если посмотреть на оси, на которых построена, невероятно близок к плану виллы Фаскария. Ну, конечно, Ле-Корбюзье уходит от симметрии, переносит этот входной портик вбок, и несмотря на то, что оказывается, что они практически делают такие же квадраты с почти такими же пропорциями, как на вилле Фаскария, тем не менее, внутри этой сетки он находит возможность сделать, уйти от симметрии. Вы должны сами прочитать это эссе, оно называется «Математика идеальной виллы», и оно очень короткое, написано очень ясным языком, я просто хочу, чтобы вы знали о том, что это нужно знать, знали, что нужно знать. Но Ле-Корбюзье оказывается, если вдуматься, всю сделать архитектуру, основываясь на идеальных пропорциях. Вы все знаете про модулер, над которым его офис бился битых два года, пока не был создан идеальная система пропорций, которая отвечала всем состояниям человека. И он искренне верил в то, что это такая система пропорций, которая даст нам возможность делать все, от шариковой ручки до проектирования огромных районов географических. Ну и один из самых знаменитых его проектов, который построен на этой сетке, это United Abitation на юге Франции. Это довольно легко узнать. Ну и один из его поздних проектов, который тоже ищет выражение гармонии через математику, его павильон для фирмы Philips на брюссельской выставке 1958 года, который он сделал с тогдашним своим ассистентом Янисом Янакисом. и ну вот это была попытка музыкальную мелодию, которая тоже построена на математических пропорциях, перевести в архитектуру. Ну надо сказать, надо сказать, что долгое время довольно мало кто кроме Ликорбюзье действительно верил в то, что архитектура должна быть чисто математической. И заново к этой идее вернулось поколение и направление Грега Лина, который писал в своей ранней работе и не знаю переведена ли она на русский, не знаю, как ее перевести, она называется animate форма, что означает живая форма, двигающаяся форма. Короче говоря, это его сравнительно ранние работы, его креда, можно сказать, который он написал в, по-моему, в 94-м или 95-м году, боюсь собрать, в котором он писал, что ну вот пока у нас не было компьютера, нам нужно было или как-то там от руки рисовать кривые, или там описывать кривые через сочетание разных окружностей, а сейчас благодаря тому, что у нас есть компьютер, мы можем завести алгоритм, который отражает какие-то культурные, тектонические, структурные характеристики, климатические, что угодно, и мы можем заставить компьютер построить эту линию, там, оттягивая ее туда-сюда, не просто так, не просто совершенно без всяких оснований, а чтобы линии и форма отражала какие-то законы бытия через математические алгоритмы. И я хочу понять, насколько это, я хочу, чтобы вы поняли, насколько это большая революция в архитектурной мысли, в архитектурной теории, потому что между, кроме до Грега Лина, ну и его соратников, кроме Лекардусье, большинство архитекторов работало так же. Да, это проект, на котором Грег Лин иллюстрирует этот концепт, это проект, неосуществленный проект оперы в Кардифе, где он описывает, как его изучение ландшафта и морской береговой линии, как он это превратил в этот алгоритм, из которого был сделан план и разрез этого сооружения, этого проекта. Но надо сказать, что большинство архитекторов до 90-х годов так не работали. Луи Канн был мастером наброска и такого интуитивного пути проектирования. он очень много рисовал во время своих путешествий и его проекты были продуктами его такого интуитивного, абсолютно нематематического подхода к проектированию. Калатрава это абсолютно противоположный метод тому, как Грег Лин нас учит заниматься архитектурой. Калатрава говорит, ну надо вот посмотреть, как в природе люди борются там двигаются и движение передать таким образом. Ну и Алвара Сиза, который был совершенно невероятным, абсолютно сумасшедшим на предмет производства набросков, он не мог прожить ни дня без того, чтобы не наделать кучу таких быстрых набросков, которые были дневником его мысли. И он работал так. Иной раз формы его где-то в общем-то могут даже не так далеки от каких-то моментов у Грега Лина, но принцип-то совершенно другой. А уж совсем у кого другой принцип проектирования, это у Франка Герия, который составляет кубики и у него вся функциональная идея таким образом разрешена, а потом их обматывает такой плавной динамической штукой. И опять же, даже если у Грега Лина и у Франка Герия иногда могут быть похожи в отдельных местах моменты, но их подход абсолютно диаметрально противоположен их принцип, по которому они работают. Я хочу, чтобы вы увидели иронию того, что произошло за последние 300 лет. Вот когда Блондель и когда Перо спорили, молодые, более прогрессивные говорили «Ну, ё-ка-чёрт эту математику, ну, зачем нам с этими пропорциями это мучится?» А старые говорили «Не, чтобы по математике, по геометрии всё было сделано». Сейчас Грег Лин, который, безусловно, представитель молодых, говорит «Нет, давайте обратно математикой архитектуру строить». А старые, вот как Франк Герия, они говорят «Да ну, давай просто так вот это всё завернём, давай вот так вот закрутим и всё будет отлично». То есть спор продолжается. Спор был начат в середине 17 века, Ле Корбюзье подхватил его в 20-е годы 20 века и по сей день он не решён. Я уверен, что не раз ещё молодые со старыми поменяются местами и что это один из тех споров, которые будут много лет и много столетий в архитектуре продолжатся. Ну, давайте вернёмся обратно в 17-й и 18-й век и давайте вспомним про то, что произошло с этим поворотом философии от антологии к эпистологии. Это, в общем, была подготовка эпохи просвещения, века просвещения. И в какой-то степени то, что Перо пытался доказать своим проектом Лувра, это то, что нужно мыслить, нужно разумно подходить, нужно задавать вопросы. Это суть философии эпохи просвещения, это то, что надо всегда пытаться логически как следует оценить ситуацию и найти разумный рациональный подход. Ну, Эммануэн Кант это вершина философии просвещения, он, собственно говоря, слово это придумал, и он со своими тремя критиками, критикой чистого разума, критикой практического разума и критикой способности суждения, это был абсолютно исчерпывающий ответ на вопросы эпистемологии, потому что вот эти вот три способа постижения мира по Канту, абсолютная логика, которая никак не зависит от наших житейско-бытийских опытов, это чистый разум, эмпирический путем найденные решения это практический разум, и критика суждения, это в первую очередь эстетическое суждение, его никак не объяснишь этими двумя другими способами мыслить, и вот через эти три аппарата Канта уверяет нас, что в общем все, что мы знаем про мир, мы постигаем вот этими вот тремя способами. Другой, но очень важный деятель эпохи просвещения Жан-Жак Руссо, его тоже был Навалево пропис и пистомологии, но он к ним подошел совершенно другим образом. Он задался такими вопросами, ну что это такое, рождается младенец, и все радуются, какой, какая прелесть, и все сисекают, и такой очаровательный малыш, но так продолжается до тех пор, пока ему или ей не исполняется там пять лет, он отказывается есть манную кашу, потом, когда ему десять лет или ей десять лет, начинает двойки из школы приносить, врать родителям, дальше больше становится подростком, начинает пить, курить, заниматься сексом, попадает в тюрьму с наркотиками, выходит отпитым уголовником, и как, ну что такое, ну вот был такой очаровательный малыш, почему же такое чудовище из него выросло, да, и Жан-Жак-Руссо на этот вопрос отвечает так, что это мы, это общество его испортили, это мы его там заставляли прямо сидеть и не горбиться за столом, и держать елку в левой руке, а не в правой, и всякие другие глупости заставляли делать, и мы вместо того, чтобы ему помочь следовать своей природе, мы его заставляли ее все время на себе подавлять, может быть, из-за этого все беды в нашей жизни, и на самом деле многие интересные вещи имеют своим источником Руссо, например, движение хиппи, которое отрицало все запреты цивилизации, они очень даже цитировали Жан-Жак-Руссо, но это я вам не так просто говорю, чтобы вас поразвлечь этими интересными замечаниями, потому что архитектурная теория в этот момент следовало, задавалось теми же самыми вопросами, что такое примитивное состояние архитектуры, когда она еще не испорчена цивилизацией, из чего архитектура вышла, где истоки цивилизации, и начиная с этой знаменитой картинки, которую украшал фронтиспис трактат об атоложье об архитектуре, все, кому не лень, занимались вопросом о том, откуда же архитектура произошла, где истоки архитектуры, ну вот Виоле Людюк, о котором я буду говорить через неделю вот такой вот вариант примитивной хижины сделал в 19 веке, Уильям Чемберс в 18 вот так вот ее изобразил, а это Ле Корбезье уже в начале 20 века тоже пытается понять истоки архитектуры, в чем же в чем с чего же архитектура началась, но это как бы все таким, такая за этим мысль стоит, что знаете, как в игре в испорченный телефон, когда ты что-то шепчешь на ухо, там люди повторяют, 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 и в конце какой-то совершенно полный глухость, никакого отношения к этому замыслу оригинальному это отношение не имеет, знаете, я неправильно сказал по-русски, так нельзя сказать оригинального, но по-английски original и в французский тоже original это значит источник, это откуда все происходит и оригинальный в смысле того, какое не похоже на все остальное, и вот в этот момент архитектура начинает стараться быть оригинальным, до этого никому не нужно было быть оригинальным, правда же, но понял, как классическую колонну делать, понял, как стремиться к идеалу красоты, и привет, давай, вот следуй этим принципам, и вдруг оказывается всем нужно быть оригинальными, и для этого всем нужно найти оригин с истоки архитектуры в каком-то ее первозданном виде. Я хочу, опять же, у меня нет времени подробно об этом говорить, но это, этим занимались архитекторы, начиная с середины 18 века, весь 19 век, и большую порцию 20 века. И в конце 20 века современные теоретики, современные философы довольно критически к этой идее относятся, потому что кто это знает, где истоки, кто эти истоки видел? Мы все это придумываем на основе наших измышлений, а потом пытаемся доказать, что это и есть оригинальная, истинная, неиспорченная. И я очень рекомендую познакомиться с книгой Джозефа Райкверта. Я не знаю, я не выяснил, если русский перевод по-английски это называется, ну, это означает «Хижина Адама в раю». И он разбирает по косточкам вот этот концепт, концепцию оригинальности в архитектуре, поиски источников идей. И еще я, по-моему, это переведено, такой, такая очень важная архитектурный критик и критик искусства Роза Линн Краус, которая, по-моему, ее эссе «Сетки» переведена, и я не уверен, переведена ли ее статья, которая должна звучать по-русски что-то типа оригинальности, другие мифы, авангарда. Это разбирается, это течение, и вся красота этого хода мысли, ну, и все проблемы с этим связаны. Ну, давайте посмотрим пример того, как это повлияло на архитектуру и искусство конца 18-го, начала 19-го века. А вот этот вот человек по имени Иоганн Иохим Винклман был тем, кто на самом деле составил слово истории и искусство в одну фразу. Он написал такое очень важное эссе «История искусства древности». Никто до этого не говорил даже не приходило в голову, что у искусства оказывается может быть история, что искусство эволюционирует, что у искусства есть процесс развития. Винклман был первым, кто это заметил, и Винклман был первым, кто себе признался, что оказывается древнегреческая версия классики довольно сильно отличается от древнеримской. Ну, никто не мог попасть в Грецию, она была частью Атаманской империи, европейцев там не очень жаловали, только те, которые с войной приходили, краем глаза видели Грецию, какие-то отдельные путешественники привезли очень неумелые, очень неточные рисунки, и только в середине XVIII века было совершено путешествия француза Лерва и двух англичан Стюарт и Ривета, я про них буду рассказывать в четверг, поэтому я не хочу долго на них останавливаться, они привезли очень подробные зарисовки и обмеры всяких значительных сооружений древней Греции. И что же выяснилось? Выяснилось, что совершенно дорический ордер, древнегреческий не похож на дорический ордер в римском варианте, коринфский ордер древнегреческий не очень-то похож на римскую версию, это Палладио, из Палладио книги иллюстрация. Есть, конечно, много общего, явно совершенно это была часть одной идеи, но не так, чтобы уж так это одинаково. Я должен был вам сказать, что Ветровий все напутал, потому что в основном, начиная с Альберции, все верили дословно тому, что писал Ветровий, а Ветровий в своем труде написал, что римляне буквально заимствовали три ордера дорический, ионический, коринфский, и добавили к этому тосканский композитный, а что три основных ордера, они абсолютно одинаковые, что в Древней Греции, что в Древнем мире. Ну и когда выяснилось, что это не так, но это последний гвоздь в гроб идеи об идеальной красоте, если что из этого идеально, это или это. И оказывается, что больше не надо думать о том, что есть идеальная красота, что есть менее идеальная красота, а лучше давайте подумаем о том, что первично, а что вторично, что более оригинально, а что уже повторение второй раз той же самой идеи. И Винтерман в своем труде написал, что древнегреческая архитектура первична, поэтому древнегреческая архитектура должна быть лучше. Ну, кроме того, он придумал такие слова для древнегреческого искусства «благородная простота и спокойное величие», оказалось, что древнегреческие версии классической архитектуры, они используют гораздо меньше украшений, чем древнеримские. Ну, это для Уинклмана был знак того, что это более здоровая версия. Я с вами студентом в Калифорнии, в Калифорнии студенты приходят в майках и в шортах на лекции. Я ему обычно говорю так, что вы посмотрите на себя, вы молодые люди, девочки хотят, чтобы все их пупки видели, а мальчики хотят, чтобы бицепсы все увидели. Молодые люди хотят, чтобы их тело было видно, а пожилому человеку приходится одевать пиджак, еще не дай бог галстук, застегиваться на все пуговицы, потому что кому же хочется смотреть на тело старого человека, правда же? Ну, эта мысль определила подмысли Уинклмана, что древнегреческое искусство, оно более молодое, более такое энергичное, поэтому ему и украшаться особенно не надо, а древние римляне стали уже всякие финтифлюшечки на себя навешивать, а уж барокко, против которого он в основном боролся, уж барокко-то что сделал с классической архитектурой, ужас просто, сплошное украшательство. И Уинклмана таким образом в общем-то идея неоклассицизма, который был возвратом к более простым, более ясным формам, более связанным с Древней Грецией, хотя были древнеримские мотивы тоже. Искусство неоклассицизма это в большой степени продукт мысли Уинклмана. Ну и уж конечно версии неоклассицизма Клода Никола Лиду в соляной соляноварне в СНО это уж такой совершенно классицизм раздетый ну уж совсем ничего лишнего только мощи и все тут. Но мы об этом тоже потом поговорим отдельно и к этому проекту еще вернемся. Давайте обратим внимание на то как эта идея 18 века получила развитие в 19 веке. А вот что забыл сказать интересное. Пиранезия с которым Уинклман в общем-то были друзьями. Они были хорошие друзья до того как Уинклман опубликовал эту книгу про Древнюю Грецию. Потому что Пиранезия был совершенно возмущен как это его любимый Рим оказывается не первичный а вторичный и он написал совершенно идиотскую статью под названием «Письмо господину де Фонтану» в котором он основываясь на своих совершенно гениальных гравюрах изображающий Пестум на юге Италии пытался нас всех уверить что это просто совершенно два разных направления что Древняя Греция на самом деле вторична потому что она из Древнего Египта вышла а вот Древний Рим он первичный потому что он сам свою версию классицизма придумал и это вот вам с одной стороны это все смешно но с другой стороны это пример того до каких глупостей могут дойти гениальные люди когда они увлекаются какой-то вот такой вот идеей как вот эта вот идея оригинальности которая воцарилась в 18 веке давайте посмотрим что произошло в 20 веке с философией и что произошло в 20 веке с архитектурной теорией 19 век начинает философов и ученых и социологов и биологов начинает волновать эволюция ну вы все знаете про дарвиновскую революцию думаю эволюцию думаю что из марксовой теории развития общества которая построена на принципах эволюции вы тоже немножко знакомы ну а в основе этого стоит философия Георга Вильхельма Фридриха Гегеля который создал теорию развития всего развития духа на таком на таком постоянной борьбе противоположностей которые двигают вперед эволюцию эти архитектурные теоретики тоже начинают интересоваться этим вопросом ну с одной стороны Уэнклман в 18 веке это тоже он был занят эволюцией как из древнегреческой архитектуры она эволюционировала в древнеримскую и так далее но он искал вот тот вот момент когда архитектура была оригинальная и идеальная а 19 век поиски 19 века теоретиков архитектуры появляются концепции стиля появляется идея плюрализма появляется идея что не не только в древней Греции или в древнем Риме делалась хорошая архитектура но и в готике и что и в древней Греции и в Риме архитектура проходила по одному и тому же циклу вот Виолей Людюк опять же мы про него больше поговорим через неделю но Виолей Людюк иллюстрировал это на примере вот такого медного таза что сначала он довольно грубовато сделан потом функциональные свойства чтобы было не больно руками взяться здесь чтобы вода не расплескивалась чтобы его удобно было поставить удобно нести идеально функция слилась с эстетикой а тут уж начали выкручивать что попало совершенно никаким функциональным функциональным принципам вот эти формы не соответствуют просто так для украшательства сделали ну вот стиль с точки зрения Юлия Людюк любой стиль проходит через такой цикл он начинает с такого примитивного периода когда форма найдена но она еще не доведена на совершенство потом она доходит до совершенства и потом начинается спад и потом стиль умирает появляется новый стиль и он находит в готике которую он обожал которую он считал вершиной всего он находит в общем-то ту же самую тенденцию ранее готик собор Сан-Дени в окрестностях Парижа когда только готика была найдена в общем все приемы там но легкости еще нет высокая готика в соборе Нотр-Дамо в Париже это как считал Георгий Людюк это где идеально функциональные конструктивные принципы сливаются с эстетикой дальше лучистая начинает заниматься украшательством совершенно ненужным и уж в пламенеющей готике начинается что только не вытворять это знак декаденции это знак того что уже стилю приходит конец и начинается новый стиль то есть это совершенно другой способ мыслить об архитектуре но знаете времени у нас осталось немного так что давайте мы сделаем огромный совершенно скачок о Юле Людюке поговорим через неделю а сейчас вот ну прямо перенесемся в 2001 век в 21 век в 2005 год и посмотрим на пару проектов очень важного очень очень важного американского архитектора архитектора Питера Азимана который и как архитектор и как архитектурный теоретик оказал огромное и продолжает оказывать огромное влияние на архитектурную мысль и архитектуру в Америке и во всем мире ну Азимана невозможно понять если вы не понимаете философию которая с которой он работает и вот для того чтобы начать разбираться в этой философии я хочу процитировать что он сказал про свой проект мемориала 6 миллионам погибших евреев Европы он сказал что разрешите я по-английски это прочту we were trying to raise the metaphysics of presence symbolism meaning то есть символизм символику значимость это еще туда понятно что такое metaphysics of presence сейчас постараюсь объяснить но начну все-таки с символизма и для этого нам нужно попытаться разобраться в структурной лингвистике которая оказала огромное влияние на современных философов которых так и называют постструктуралисты Питер Айземан в основном был увлечен Жаком Лаканом Жаком Деридой и Желем Делезом хотя Мишеля Фуку он тоже почитывал но с Жаком Деридой он работал они переписывались опубликованы совершенно потрясающая переписка их которую понять совершенно невозможно но тем не менее это гениально вот значит для начала чтобы понять о чем вот эти вот люди говорят нам нужно понять что что на них повлияло значит что такое структурная лингвистика структурная лингвистика и семиотика были придуманы в начале 20 века французским швейцарцем французским швейцарцем Фердинаном де Сусе и американцем Чарльз Сандерс Пурс который назвал свою теорию семиотикой семиотика изучает взаимоотношения между знаками через которые мы общаемся и передаем друг другу значения а структурная лингвистика изображается структурой языка и ну что же такое структура языка ну вот мы все нам легко думать о словах как ну словах рисунках что угодно как ну вот есть слово стол и вот тут стоит стол и вот есть слово которое обозначает этот предмет на самом деле это не так слова обозначают не предметы ну если поверить фердинанду десерсию слова обозначают не предметы а слова обозначают концепции которые мы создаем в своей голове это не очень легко понять но стараясь проиллюстрироваться таким образом значит концепции эти существуют только в взаимоотношении с другими концепциями сами по себе слова и концепции не значит абсолютно ничего ну вот такой пример ну вот все мы ну может не все но многие из нас любят белочек да они такие очаровательные фушестенькие такие смешные на конфетке грильяш нарисованные ну и вообще ужасно симпатичные создания да а крыс мы все страшно не любим вот не дай бог крысы увидят а если вдуматься это одно и то же самое животное если белке побрить хвост от нее ее практически от крысы отличить невозможно так почему для нас крысы выражают вот все что есть отвратительное в животном мире а белочка образ образ чего-то такого приятного может быть это наша естественная реакция но скорее всего это произошло потому что нам наши родители читали книжки и в книжках были картинки и белочки все были такие очаровательные а крысы были все отвратительные и вот так вот положительные и отрицательные грызун в данном случае это структура это структура на которой строится язык наиболее это понятно на примере одного из этих постструкторалистов Клода Левистроса который перенес эти концепты концепции на антропологию он говорил что ритуалы и обычаи это тот же самый язык и структуры во всех культурах одинаковые а заполнители в этих структурах разные ну во всех культурах существуют разрешенные формы сексуальной деятельности и запрещенные и обязательно в культуре должен быть запрет на определенные сексуальные традиции и разрешение других а вот на что запрет на что разрешение это абсолютно разное ну вот в нашей культуре моногамия как бы считается большим достоинством а в других культурах если у тебя много жен или много мужей в более редких случаях так это же здорово то есть заполнители эти совершенно разные а структура одна это вот суть структурной лингвистики де Сассюга а Прорс он оперировал такими понятиями как символы иконы и индекс индекс это то что не означает что-то такое указатель указывает на что-то такое что визуально одно к другому никак не не соотносится ну вот дым это индекс огня если вы видите дым вы знаете что там где-то должен быть огонь даже если вы этот огонь не видите дым это индекс огня дым не похож на огонь но это индекс огня символы и иконы устроены таким образом иконы это сложные визуальные довольно сложные визуальные ну или звуковое или любое другое знак где мы находим сходство между знаком и между какими-то знакомыми нам предметами явлениями символ это очень упрощенный очень такой культурно обусловленный но тоже как-то немножко на визуальных принципах работающих ну и потому что персонал говорит все знаки которыми мы друг с другом через которые мы друг с другом общаемся они являются некой комбинацией этих трех вещей символов иконы и индексов что и у него совершенно сумасшедшая таблица из 600 по-моему этих значит знаков я никогда даже близко не подходил к тому чтобы в них разобраться но идея в том что любой знак состоит там из 20% символа 30% иконы и там оставшиеся проценты индексов и применительно к искусству эти знаки работают так что символ в котором много символов и очень мало иконы и совсем нету индексов мы его читаем моментально ну мы видим человечка на светофоре который там переходит улицу или красная показывает чтобы стоять мы моментально прочитали мы перешли улицу мы тут же забыли или вот это можно ли представить себе что вы ночью просыпаетесь и вспоминаете боже что же я такое видел на стене на двери сортира ну это вообще что-то невероятное было нет вы узнали воспользовались и забыли про это ну а когда индексы многих знаков и икон тут вот нам приходится долго подумать к чему это все и как знаете бывает смотришь какой-то хороший фильм и потом вдруг совершенно кажется что думаешь о другом через три дня так вот почему он там ей сказал тот и тот вот для чего вот для чего там этот самый я не знаю собака пробежала через экран и оказывается что вы все это время где-то у вас в голове вы пытались разгадать эти знаки и вот когда такое случается вы знаете что вы столкнулись с произведением искусства потому что оно вас захватило и заставило вас долго об этом думать то есть искусство очевидно должно не слишком полагаться на символы и должно оперировать какими-то комбинациями икон и индексов давайте я это пройду и не буду на этом задерживаться вернусь к этой цитате теперь вы понимаете почему он говорит что мы хотели избавиться от символизма потому что мы не хотели я не хочу чтобы там были такие легко читаемые символы подошли и увидели что это про евреев вот шестиконечная звезда вот там мучения нарисуем все понятно мы не хотим чтобы там был символизм мы хотим чтобы это все было сложно и чтобы надо было как-то поработать над этим давайте пойдем дальше время уж совсем осталось другое важное очень влияние на постструктура листов и особенно на Дориду была философия страшно важного немецкого философа 20 века Мартина Хардегера в общем наверное нет такого философа в мире во второй половине 20 века в начале 21 века который не испытал большего или меньшего но какого-то влияния Хардегера давайте быстренько разберемся что Хардегер пытался сказать Хардегер пытался сказать приблизительно то же самое что лингвисты но только в историческом контексте Хардегер оперировал таким понятием как репрезентация репрезентацию репрезентейшн по-немецки это называется форстолен стеллен или Хардегер изобрел такое слово гестел я к стыду своему немецкого не знаю и поэтому я постараюсь это через французский английский перевод объяснить что это значит это такое странное слово репрезентейшн потому что репрезентейшн приставка ре обычно она означает повторяемость repeat повторение rethink подумать еще раз redo something сделать по-новому а вот репрезентейшн это можно конечно конечно его разбить на репрезентейшн то есть то что еще раз показано но сложно это сложно это понять и на русский язык одним словом это не переведешь это и представление и воспроизведение и делегирование нашу форму демократии нашу западноевропейскую форму демократии называют representational democracy потому что это демократия где мы выбираем наших представителей representatives они за нас решают вопрос то есть мы не сами решаем каждый вопрос наши представители наши representatives за нас решают вопросы representation это воспроизведение это может быть картина и вот Хайдеггер говорит что representation всякое но особенно визуальное воспроизведение совершенно невероятное место занимает в нашей культуре особенно начиная с ренессанса особенно с изображения перспективы вы представьте себе на секундочку вот до этого до начала конца 15 начало 16 века человек мог прожить всю жизнь и так жили большинство людей в Европе ни разу в жизни не видя изображение трехмерного пространства на двухмерном виде люди могли прожить всю жизнь ни разу не видя ни одного рисунка ни картину ни чертеж ни диаграммы ничего ну был может быть витраж один в церкви может быть еще где-то были какие-то старые фрески но не было книжек не было газет не было телефонов айфонов не было компьютеров сейчас не проходит и часто чтобы на вас не посыпались сотни картинок и вы это все через себя пропускаете это за эти 500 лет произошло совершенно невероятная трансформация того как мы воспринимаем культуру и того как мы друг с другом общаемся и хайдеггер ну он восхищается конечно и искусством и технологией которые благодаря этому возможно но при этом он говорит что а не случилось ли такого что из-за того что нас так бомбардируют все такими картинками что мы разучились видеть действительность что мы все видим через те картинки которые нам уже кто-то когда-то показал ну вот как ту белочку и как ту крысу нам их показали и мы теперь когда видим что крыса бежит мы не видим настоящую крысу мы видим ее через призму тех крыс которые мы видели на картинках и так далее и хайдеггер говорит что я боюсь что мы совершенно разучились воспринимать действительно что мы абсолютно мы настолько приучили себя видеть какие-то уже подготовленные обществом образы что мы просто слепо повторяем то что уже было сделано до нас тревожная вообще-то идея ну разные последователи хайдеггера по-разному на это реагировали ну вот один из его последователей французский замечательный французский философ Морис Мерле-Понти он написал гениальную статью про Сезанна как Сезанн писал этот холм недалеко от Aix-en-Provence Mont-Saint-Victoire он изо дня в день шел и наделал в этих картинках этого пейзажа ну десятки может быть даже сотни и он каждый раз пытался на это посмотреть так как будто бы он никогда раньше этого пейзажа не видел вот как будто бы вдруг вот и вот это вот его работа она вела к тому чтобы заставить себя смотреть на мир по-новому даже если ты абсолютно знаешь это все наизусть и вот для Мерлопонтия вот это вот было вот как нужно бороться с этим гнетом репрезентации в нашем обществе ну а Питер Айзмана следуя Дериде который делает другой вывод более радикальный он говорит надо целиком отказаться от репрезентации в том числе от репрезентации в архитектуре и как законченное здание и как процесс проектирования одна из книг которая была написана в 2001 году Питер Айзмана называется диаграммные дневники она специально так перед привет посылает Чагиваринам дневникам мотоциклиста дневники мотоциклиста мотоцикл дайвиз эта книга называется диаграмм дайвиз и он собирается быть таким же революционером в деле архитектуры как Чагивара был в деле социалистической революции и он предлагает отказаться нам архитекторам отказаться от рисунка и Грэг Лин ученик Айзенмана он не зря вот там я вам до этого рассказывал про математику и алгоритм Грэг Лин ученик Питера Айзенмана и он находит другой способ отказаться от репрессионных методов архитектурного проектирования а Питер Айзенман говорит ну вот диаграмма электрической проводки она же совершенно не похожа на то как она выглядит на самом деле а тем не менее электрики отлично понимают разбираются и все получается как надо вот давайте мы архитекторы свои диаграммы придумаем чтобы не рисунками которые любой рисунок он говорит как бы он не был хорош как бы он не был блестящий это я кстати с ним совершенно не согласен я вовсе не пытаюсь защищать эту точку зрения я просто считаю что это надо знать или это ваше дело согласиться с ним или нет но вы должны знать его позицию это очень важно так как он говорит давайте мы архитекторы придумаем свои диаграммы через которые диаграммы мы будем проектировать не пытаясь представить как это здание будет выглядеть не пытаясь заранее создать образы которые которые к которым это приведет ну вот он написал книгу Питер Азимон про этот проект Джузеппе Теряния на севере Италии Кассиды Фашио который он изучал 20 лет он 20 лет туда ездил делал наброски делал какие-то замеры фотографии делал диаграммы он писал эту книгу 20 лет и книга эта посвящена такой концепции что это единственное здание в истории современной архитектуры в котором нету оно не было сделано в результате функциональной идеи это не функция это не какие-то конструктивные архитектоничные идеи это чистая диаграмма и вот как он показывает ну вот мы смотрим на это мы видим 5 пролетов здесь совершенно одинаковые что такое эти два пролета тут офисы а эти два пролета для прохода во внутренний двор как их можно сделать одинаковыми ну хорошо а что такое вот эта вот штука ну наверное это закрепление угла такое вот конструктивное тектоническое дело ничего подобного за этим зайди за угол и ты увидишь что это просто приставная стенка которая совершенно не работает так и вот Питер Айземана создал сотни наверное может быть тысячи таких вот диаграмм по которым он пытался понять процесс последовательность того как Тирания шел к этому дизайну и Айземан пытается доказать что Тирания создал сетку достаточно рациональную чтобы туда можно было разместить функции но это не было от функции к форме это была форма чистая форма которую потом заселили заселили функции и форма это есть не что иное как летопись собственного развития ну вот сначала это было разбито на 9 квадратов точно так же как у Палладио точно так же как у Ле Корбюзье сначала это было разбито на 9 квадратов потом эти квадраты начали делиться вам нужно самим посмотреть эту книгу это совершенно гениально я не могу сейчас подробно рассказывать но идея именно в этом что это здание диаграмма это не форма это не ну то есть форма но это не форма которая последовала за функцией это не форма которая последовала законструктивной логикой это чистая диаграмма ну и вернемся быстренько пробежим по этому сооружению с которым мы начали обсуждение Петра и Замона ну многие говорили что это такая поэтичная изображение кладбища с множеством могильных плит а другие видят в этом приятное место где можно ланч съесть в середине рабочего дня можно затеряться в этом лесу этих штук а можно наоборот вдруг с кем-то столкнуться неожиданно опять же образы могил и надгробия все время возникает и в то же время оказывается там снимались сапога с мод это очень раздражало некоторых блюстителей памяти еврейской трагедии потому что в еврейском мемориале полуголые тетки будут показывать мало того там некоторые мочились и еще бог знает для чего приспосабливались это здание но когда об этом сказали Питеру Айзенмана что это он говорит а мне все равно пускай мочится пускай моды показывают я это сделал я постарался из этого да вот единственное он сказал знаете вот единственное когда я вдруг понял что я сделал что-то такое жутко интересное когда я увидел как люди идут вниз и исчезают как будто уходят под землю в этих штуках ну вообще вообще-то он говорит я пытался вот то что вначале разрушить метафизикс of presence то есть вынуть оттуда любой вот любое такое вот representation со словом presence они связаны я он говорит я пытался вынуть оттуда вот эти вот все картинки которые заранее люди с собой в голове носят когда они думают о архитектуре о трагедии холокоста и о всех вещах люди ходят с какими-то картинками в голове а я пытался убрать символы и убрать вот такой вот вот такой вот способность приклеить к этому какое-то уже заранее сделанные значения значения или заранее сделанный знак ну и хотите верьте ему хотите нет но он говорил что он абсолютно не думал ни о каких эффектах он только создавал топографию он создавал топографию поверхности под ногами и создавал топографию поверхности которая делалась и ни в какой момент ни в какой момент он не пытался сделать очень эмоционально очень глубокую такую вот страшно трогательную штуку а вот то что она получилась все-таки такой вот невозможно равнодушно на это смотреть это потому что он сделал эту работу хорошо потому что он свою эту диаграмму делал очень старательно и делал стараясь это сделать сложное и достаточно яркое но можно ему верить можно не верить можно ему не исключено что он просто врет на самом деле такое тоже полностью отрицать нельзя это не значит что вам нужно вот совершенно забыть обо всем и с сегодняшнего дня начинать проектировать только вот через такие способы но я считаю что это очень важно понять откуда это взялось и что за этим стоит философски ну я на этом сегодня заканчиваю я вам спасибо 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 спасибо